2015-й был одним из самых смертоносных для Европы за последние десятилетия на фоне роста активности так называемой военизированной группировки «Исламское государство». Сохранится ли угроза в 2016-м и как с ней бороться? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, я отправилась на глобальный форум по безопасности Глобсеков в Братиславов-Словакии. Мы встретились с бывшим координатором анти-ИГИЛовской коалиции, американским генералом Джоном Маллином. Спасибо, что пришли к нам на программу. Рад встретиться с вами. Учитывая успехи, которых достигла группировка «Исламское государство», складывается впечатление, что это надолго. Это так. Я хотел бы отметить, что есть области, где они не добились успеха. Есть области, где они терпят значительные неудачи. Но разница между этой организацией сегодня и 18 месяцев назад заключается в том, что появилось целое созвездие того, что они называют дальними провинциями, вилаетами, в диапазоне от Северной Африки вплоть до Юго-Восточной Азии. Такое развитие настораживает. Мы будем пристально за этим наблюдать. И, вероятно, нам придется иметь с этим дело на региональном уровне. Но проблема, я думаю, будет исходить от глобальной сети, которая связывает эти провинции с центром в Ираке и Сирии. Это действительно то, за чем мы должны внимательно следить. Если эта группировка будет подавляться в Ираке, причем довольно широко, не перенесет ли она свою деятельность на глобальную сеть, например, в Европу, как это недавно произошло? Мы видим, что именно это сейчас и происходит. Чем больше мы на них давим, тем больше они стремятся уменьшить их давление, совершая нападения в других местах. Если они нападают в Западной Европе, например, ранее и наводят ужас на население стран-коалиции, потенциально они будут стремиться внести раскол в коалицию или хотя бы нарушить ее сплоченность. Поэтому мы должны этого ожидать. И это еще одна причина того, почему мы должны осознать существование этой сети. В Сирии и Ираке террористы, похоже, получают питательную среду в условиях вакуума власти. А столь масштабные террористические сети в Брюсселе, в Бельгии, выросшие на многочисленных просчетах государственной системы, и то, что эта группировка уже внедрилась туда, по-вашему, это простое совпадение? Я бы не называл это вакуумом. Я думаю, что эти группировки ищут трещины между нашими странами, трещины внутри стран, между возможностями спецслужб, правоохранительных органов или антитеррористических структур. И там, где они могут найти эти трещины или бреши, они будут искать своих сторонников, тех, кто будет поддерживать базы планирования и будет разрабатывать потенциальные площадки для нападения. Если взять традиционные формы ведения войны, скажем, если бы против халифата было начато решительное наступление, какое влияние это оказало бы на глобальную сеть, о которой вы говорите? Решающее наступление должно быть всеобъемлющим. Это не может быть просто операция против халифата, под которым мы понимаем их ядро в Ираке и Сирии. То есть целью решительного наступления должно стать стремление разрушить сеть, и в то же время продолжение давления на ядро. Вся их структура провинции, сеть и ядро, все они должны попасть под давление одновременно. Но как это возможно? Ведь если мы посмотрим на эту сеть, на эти скрытые группы, то увидим, что имеем дело с невидимым врагом. Они действуют под радарами, могут делать бомбы у себя дома. Работа над этим идет. Спецслужбы региона в сотрудничестве с нашими спецслужбами пытаются изучить эти сети, которые сейчас кажутся невидимыми и вездесущими. Но на самом деле, при правильном подходе в разведывательной работе мы можем найти их, можем выяснить их ключевые узлы, ценные для них, или критические пути, которые им придется использовать, чтобы добиться эффективности. Всеобъявляющее наступление, о котором мы говорили, включает и постоянные усилия, направленные на то, чтобы разорвать и нарушить эту сеть. Так что они постоянно находятся в обороне, а не мы. И этот процесс идет прямо сейчас. Нам необходимо выстроить разведку в их сети. За это, на самом деле, взялись совсем недавно. Наш ответ на это был довольно медленным. Я хотел бы сказать, что для обеспечения необходимых организационных подходов нужно понять, где эти трещины. Трещины между функциями, между организациями. Удовлетворены ли вы наступления? Мы пока не перешли в наступление. Нам нужно провести подготовку, чтобы оно было всеобъемлющим, чтобы мы могли объединить различные виды информации, которые имеют важное значение. Работать в тесном контакте со службами безопасности разных стран. Только когда мы полностью изучим эту сеть, мы сможем безжалостно ее атаковать. Это важно, и эта работа начинается только сейчас. Когда вы занимали этот пост, вас расстраивало то, что обмен разведывательной информацией по вопросу отсутствовал? Не скажу, что я был расстроен, но я понимал, что нам нужно сделать больше, и думаю, этот процесс сейчас разворачивается. Если бы президент США дал вам такие инструменты, какие возможности вы бы хотели получить, чтобы остановить эту группировку? Мы действовали, но процесс понимания этой сети разворачивается сейчас. Они только сейчас становятся видимыми, когда я уже покинул должность. Но меня устраивала поддержка. Мы видели, что предпринимались попытки вести переговоры с талибами. Видели ли вы когда-нибудь пункт, по которому могли бы провести переговоры с ИГИЛ? Я не думаю, что это тот случай. Ведь они ведут постоянную борьбу против Запада. Это противоречило бы их доктрине. Вы говорили о разнонаправленном наступлении на эту группировку, учитывая вероятность того, что это будет довольно трудно реализовать, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Что бы вы посоветовали военачальникам? Группировка ИГИЛ создавалась не в одночасье и не разрушится в одночасье. Во многом причины того, что ИГИЛ существует, заключаются в долгосрочной неудовлетворенности сотен тысяч людей, которые могут радикализоваться и найти дом в экстремистской организации. Таким образом, одновременно, с борьбой с этой организацией и с ее угрозой, мы должны бороться с основными причинными факторами, которые толкают к отчуждению и лишению гражданских прав очень большие слои населения в регионах. Это решение не наступит быстро, и мы должны это признать. Мы должны провести серьезную организационную работу, ввести процесс комплексного подхода, учитывающего все основные факторы, которые позволят нам бороться с этой группировкой и обеспечить свою защиту. Вы верите, что ИГИЛ можно победить? Думаю, да. Задача для нас состоит не в том, чтобы победить ИГИЛ в физическом пространстве. Задача будет заключаться в том, чтобы победить ИГИЛ в информационном пространстве. У них очень мощная реклама. Мы много работали в первые полтора года над противодействием этой рекламе. Я думаю, в конце концов, это двойная задача. Нужно устранять лежащие в основе причинные факторы и напрямую конкурировать с этой рекламой, и затмевать ее. И когда мы сможем этого добиться, ИГИЛ будет побежден. Тогда ИГИЛ will be defeated. Генерал Джон Аллен, много спасибо за просмотр! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!